Программа «Посредник». Обсудим различные аспекты деятельности Госкомитета Абхазии по репатриации. Важные проекты и планы ведомства зампредседателя Госкомитета Астамура Мбагателя. Здравствуйте, Астамура. Здравствуйте, Белла. Итак, давайте сначала поймем, в каких направлениях сегодня работает Госкомитет по репатриации, потому что мы знаем, что эти направления важны для Абхазии. В данном этапе комитет занимается идеологической работой по определенным проектам, так же и по адаптационным периодам для репатриантов. Что касается идеологии, это разного рода программы. Такие программы, как летний лагерь, изучение абхазского языка, создание приложения абхазского языка, студенческие программы и так далее. Например, в эти дни проходит летний лагерь, где прибыли дети школьного возраста от 12 до 16 лет, где впоследствии мы будем посещать, посетили на данном этапе два города. Это новые Афоны Гагру, где показали достопримечательности, рассказали о истории городов. Также в проекте будут еще посетимы семь районов. Скажите, а вообще это первый опыт, который проводит госкомитет, или это уже неоднократно было? Нет, лагерь. Просто я знаю, что была пандемия, в это время все как бы затихло. Все верно. Да, то есть до этого тоже был такой опыт. Все верно. В 2019 году был проведен такого рода лагерь. Он был утвержден как ежегодный, но в связи с эпидемиологической обстановкой в странах COVID-19. Мы пришли на... В 2019 году было впервые, так я понимаю? Впервые. Все верно. Скажите, вот с учетом того опыта, в этот раз пребывание детей как-то вы обеспечили лучше, в каких-то отношениях, может быть, что-то доработали? Как вообще это все происходит сейчас? Вы знаете, вообще готовились мы на право письма в организации. Например, в Турции мы сотрудничаем с организациями Федерации Абхазских культурных центров, также с Федерацией Кавказских культурных центров, в Ливане Черкесская ассоциация, в Иордании Дивана База и, соответственно, Северный Кавказ. Отправились программы, где посещение. Если брать прошлый период пребывания детей, то программа практически, она очень похожа, потому что ознакомление детей, главное направление это ознакомление детей со своей исторической родиной, с культурой, с обычаями, с абсором. И вот мы пытаемся это на данном этапе передать. Знаете, вот меня немного смущает погода. Мы тут все прячемся, пытаемся скрыться от жары. Пребывание детей в лагере, насколько оно комфортно? Не тяжело ли им? Как вы устроили все? Дети остаются в общежитии, в общежитии Абхазского государственного университета. Насколько мне известно, больших вопросов нет. Все вопросы решаем. Нас больше волнует обстановка, наверное, заболеваний в этот период времени, потому что, как известно, поступает огромное количество ротовирусом. Мы связывались и с Минстрамом, оповестили о пребывании детей в количестве 80 человек. И, наверное, больше смущает этот фактор. А есть ли уже заболевшие ребята? Нет, но вот сегодня, до того, как я к вам пришел, сегодняшний день, девочки чуть-чуть не здоровятся. Соответственно, и медики были, и все своевременно делалось. Ну, бывают такие вещи, да. Безусловно. Тем более, что, насколько я знаю, все службы были предупреждены, и МЧС, и Минздрав о том, что дети здесь будут, и что будет. Ранее были направлены письма профилирующие органы, которые поддерживают. Что еще по плану у ребят? Посещение разных городов, Ачимчирского района, Гулерибш, Гудаута, Рица, соответственно. А с кем-то они встречаются? Не знаю, может, с молодежными организациями, может быть. Все верно. Мы сейчас на связи с комитетом по спорту, чтобы встретить местный пикник на природе, чтобы дети смогли познакомиться. Так что я еще, наверное, хотел бы отметить важность, что вот дети прибыли из разных иностранных регионов. Они обмениваются контактами, и в дальнейшем они будут на связи. Скажите, вот те ребята, которые в 2019 году, вот если бы вы как-то прослеживали, были здесь, да? Да. Они как-то продолжают общаться, не знаю, с вами, с ребятами, с которыми здесь познакомились, с родственниками, которые здесь вот есть? А вот этот опыт, он у них как-то остался в душе? Я бы сказал, да. Ну, они общаются со своей группой, потому что и в тот период времени группы были с разных стран. Это и Иордания, и Сирийская Арабская Республика, и Ливан, и Северный Кавказ. Вот они поддерживают отношения. Также они, ну, не потеряли связь. Дети, их родители вернее. То есть все это не зря делается? Нет, безусловно, мы в этом твердо убеждены. Ну, поговорим о других направлениях работы. Вот если сейчас, ну, если отчислять с начала года, сейчас уже восьмой месяц, ну, за шесть-семь месяцев этого года, вот какие итоги проведенной работы Госкомитетом по репатриации вы считаете важными, что удалось достичь, и что бы хотелось еще усовершенствовать? Безусловно, наверное, акцент на изучение абхазского языка. Абхазского и русского языка, я бы сказал, потому что сегодня, возвращаясь на свою историческую родину, наверное, языковой барьер, он присутствует. И акцент ставить на язык, чтобы, значит, для трудоустройства, для образовательного процесса, это, наверное, очень важно. Например, по программе студентов у нас на протяжении двух лет прибывают по семь человек. Они... Да, учиться в АГУ. Да, в АГУ, в Абхазском государственном университете. Они проходят подготовительные этапы изучения языков абхазского и русского языка, чтобы в дальнейшем продолжить изучение, образовательного по своему профилю, после прохождения соответствующих экзаменов. Ну и как, насколько успешно овладевают? Вы знаете... Быстрее каким языком овладевают? В русском. В русском. Быстрее в русском, потому что... Вы знаете, у нас еще такая проблема существует, что те, кто владеет абхазским языком, говорят, что мы заходим в магазин, хотим что-то приобрести, это как пример я говорю, приобрести, а нас на абхазском не понимают. Вот, так что, наверное, из-за того, что человек слышит русский язык чаще, быстрее изучает именно этот язык. А вообще как проходят... Вот вы говорите, студенты, лагеры, дети, молодое поколение, это очень важно, но тем не менее, наверное, процесс репатриации продолжается сюда, и приезжают и взрослые люди, в том числе, с тем, чтобы посмотреть, потом, может быть, и остаться. Вот много ли сейчас таких людей? И какая тенденция? Вы знаете, помнится мне вот в 20-м году, когда я ознакомился со статистикой, я удивился, в 19-м году зарегистрировано около 4-20 человек. Вот. Потом... Так, 4-х тысяч? Нет, это только 19... 4-20 человек, так? Нет, 4-20. А, 4-20. 4-20 человек. В этом году 270, в 21-м 230, в 22-м 21-м 217, и вот сейчас этот год у нас 103 регистрации. Что такое регистрация? То есть, как сам комитет, он не паспортизует. Вот, он направляется, занимается сбором документов и направляет соответствующие структуры, там, в МВД, в паспортный стол Министерства внутренних дел, где после этого идет обработка, направляются документы для проверок и так далее, и выдается абхазское гражданство. Вот, документы собираются следующим образом. Какие-то предоставляет сам заявитель, какие-то по соглашениям с федерациями, с ассоциациями, с диванами, с культурными центрами. Ну, это понятно. Я к чему веду, не знаю, важно ли то, что вы сейчас хотели сказать. Понимаете, я к чему веду, тенденция к сокращению, получается. Если это так, то с чем вы это связываете? Вы знаете, я бы, я не знаю, как ответить на этот вопрос, если быть более честным, но прошло, ну, обычно вот за переездом связано, не знаю, это послелетний период, ближе. Так что мы ожидаем, после того, как время пройдет, снова вот наплыв. Вот, надежды. И вы ожидаете, я имею в виду, что исправление тенденции к тому, чтобы возвращались сюда? Возвращались все больше и больше. Работа проделывается внутри диаспор, соответственно, и коллегами, и представительством. Спасибо. Давайте немножко обсудим основные параметры бюджета комитета по репатриации, с чего он складывается и куда в основном направляется. В основном направляется это, ну, как известно, проект Асхара. Вы знаете о нем. Мы перечисляем за рождение второго ребенка 50 тысяч, за рождение третьего ребенка 100 тысяч, и четвертого и последующего 200 тысяч. Этот проект сейчас работает? Этот проект сейчас работает. Документацией занимается Министерство социального обеспечения и демографической политики. Вот, на это направление выделяется 90 миллионов. Также около 80 миллионов выделяется на строение для... В этом году должны сдать два дома. Расскажите подробнее об этом. Да, вот в этом году по соглашению с Абхазстроем должны сдать два дома. Какие-то дома, многоквартирные? Да, многоквартирные дома. Это в поселке Гулильевском районе. Это все там же? Да, да, да. Это поселок Мочарка. То есть там вот этот комплекс, он как бы расширяется? Он расширяется. Вообще изначальный проект, он на 9 домов. Сейчас строительство окончено в трех, и в этом году планируем окончить еще дом. А достаточно ли вот жилой площади для людей, которые находятся здесь в качестве, ну, репатриантов, которые приехали? И, возможно, у них какие-то жилищные вопросы сейчас? Жилищные вопросы, безусловно, присутствуют, потому что, ну, очередь присутствует, очередь. Вообще попадание на очередь, процесс, это комиссионное решение. На данном этапе у нас около 250 заявлений, которые, ну, очередники. Репатрианты из каких стран в основном сейчас здесь находятся у нас? Турецкая республика, Хашемитское королевство Иордании, Сирийско-Арабская республики, республики Северного Кавказа. Но самая многочисленная как турецкая все-таки, не Сирия? Нет. А вот когда война в Сирии была, помните, приехало очень много людей? Да, это 2013 год. Нет, нет. Да? То есть остались? Остались, конечно. В основном, кто приехал из Сирийско-Арабской республики, они проживают в ДСК, в Дранде. Дранда, ДСК, поселок. Скажите, а бывают, когда люди хотят, допустим, не в квартирных домах жить, а вот, ну, или в селе, или в каком-то, ну, в частном секторе, там, недалеко, допустим, от города или в самом городе, такие вещи вы рассматриваете? Есть такие проекты? Мы ходатайствуем на администрацию для предоставления земельного участка репатрианту по его заявлению в комитет по репатриации. Это просто каждый частный случай или же в рамках какого-то проекта? Проект в Ачимчирском районе, в Лашкендар, в проекте выделено 77 участков для этнических абхазов, проживающих в Иордании. В королевстве, да. Вот сейчас уже трое вернулись и производят строительные работы на этих участках. Что они хотят видеть в результате? Просто жилье или все-таки они хотят чем-то еще заниматься, там, не знаю, фермерством? Жилье, как известно, выделяется земля, это 6 соток на семью, и, соответственно, они могут еще... Да, да вот, кстати, у нас же много... Однолетними культурами, многолетними, заниматься многолетними и однолетними культурами. У нас же Министерство сельского хозяйства проводит, ну, такие вот, как бы, проекты, да, где наши жители дают заявки, они проходят отбор с тем, чтобы финансировать их как какую-то вот предпринимательскую деятельность. Они не попадают в эти списки, репатрианты наши? Пока не попадали в эти списки, пока не попадали. То есть индивидуально по вашим проектам уже идут? Потому что не обращались пока. В Север-Лашкендар они вот только начали строительство. А вы говорите, 77 домов? Да, нет, 77 выделено 77 этническим абхазов, которые на данный момент, некоторые из них в Иордане. Ну, они, трое приехали уже... Да, и планируют, которые планируют... А на какой стадии сейчас строительство? Пока только начало? Вы знаете, один дом уже, можно сказать, возведен. И вот два, вот сейчас начальное строительство, можно сказать. Ну, я вас тогда перебила, мы говорили о бюджете, куда он еще идет, в том числе, вот вы сказали... Да, и также работа идеологии, адаптационная работа, идеологии у нас 22 миллиона. Вот что значит идеология, как ее осуществляется? Идеологическая работа, это вот лагерь, те программы, которые я озвучил. Также остальные средства направлены на материальную помощь, на медикаменты, на... Вот в репатриации тоже, по заключению брака, по рождению первого ребенка 30 тысяч, второго, сорок, третьего, пятьдесят... И от такого рода направления они тоже, соответственно, упрощаются. А вот, кстати, вы говорили об адаптационной политике, да? А как осуществляется она, потому что, ну, любой человек, да, если в другую страну переедет, он испытывает сложности, даже если это его историческая родина, и, видимо, ну, как бы нужно помочь в этом процессе. Как осуществляется вот этот процесс тем, чтобы человек как-то быстрее, вот, как-то интегрировался в наше общество? Ну, в комитете репатриации, соответственно, есть адаптационный отдел, пять человек работают, и эти вопросы, соответственно, занимаются коллеги в направлении, если присутствуют какого-либо вопроса, то всегда, ну, у нас, наверное, большая проблема, это языковой барьер. Это сложно, и важно, чтобы в коллективе были работники, которые владеют не одним языком. Ну, насколько я знаю, у вас такие и есть, да? Многие у нас есть. Насколько я знаю, как раз по программам студенческих, ну, обучения студентов в странах, там, Турции, я, насколько знаю, только Турцию, не знаю, может быть, есть еще. Вот расскажите, пожалуйста, об этом проекте, я знаю, что вот как раз ребята, которые закончили там, и вы в том числе, сейчас работают в Госкомитете по репатриации. Да, у нас трое, трое, кто окончил в Турецкой Республике и работает сейчас в комитете, это Инал Лаврентьевич, Инал, Инал Лаврентьевич Хутова, он возглавляет отдел по связям с отечественниками, также Гвинджи Алмаз, он информационный отдел возглавляет у нас, Джан Сета Рюта, она репатриант из Сирийско-Арабской Республики, также наши, ну, работают с коллегами. Ну, это, конечно, обязательно помогает общению, конечно же, я понимаю, вы говорите языковой барьер, но как вы потом строите вот эту работу с тем, чтобы человеку как-то легче было войти? В любом направлении, где у него сложности, он обращается в комитет, и в зависимости от ситуации мы помогаем. У нас есть курсы абхазского языка, также проводим курсы онлайн для диаспоры, еще прорабатывается создание приложения уже на протяжении двух лет, вот, потому что тоже сложности перевода, объем огромный, все пытаемся внутри коллектива с переводами. Вот, саму программу подготовила Тамила Хутовна, Арышба, переводами занимаемся, занимаются те люди, которых я перечислил ранее. Джансет владеет арабским, инал английским, турецким, алмаз также и турецким, и английским, все, пытаемся своими силами. Объем очень большой, он будет на пяти языках, рабочий язык это абхазский, соответственно, русский, арабский, английский, турецкий. А в какие сроки это все? Я предполагаю, я и предполагал, что мы, если говорить снова откровенно, то я предполагал, что мы сможем закончить раньше, но, как показывает опыт, не всегда получается так, как предполагаю. Скажите, вот как вы ощущаете, люди, которые здесь находятся, какое у них настроение? Вот когда они приехали, там прошло полгода, есть ли разница, вот как они себя чувствуют здесь, ощущают по приезду? Они привыкают, привыкают, потому что, вы знаете, я от некоторых людей слышал, как бы это тоже печально не звучало, они говорят, как-то в нашем обществе, наверное, вот восприятие самого репатрианта, вот слово репатриант у нас, наверное, какое-то как-то... Как-то их это задевает. Да, да, наверное, и они говорят, что мы там иностранцы, мы здесь у себя на родине, да. Ну, кстати, вот проводится работа такая в отношении тех людей, которые вернулись сюда, сделали такое для себя решение, да, и вернулись сюда. А работа среди всего общества, это не задача Госкомитета по репатриации с тем, чтобы именно восприятие людей, которые приняли это решение вернуться сюда на родину, было, не знаю, как-то... Более комфортным. Да, я с вами согласен, работа ведется, это организация, определенные рекламы, определенная информация, сайт довольно платворно работает, видеоматериалы для ознакомления и так далее. В таком направлении работа ведется, ведется, я бы сказал, активно. В прошлом году в очередной раз вы отправили группу студентов учиться в Турецкую Республику. Каковы их успехи, довольны ли вы, этот проект продолжается, насколько эффективен? Конечно. Продолжается и проект, я тоже твердо убежден, что он эффективен, потому что и... Я думаю, вы тоже со мной согласитесь, что кадры необходимы для нашей республики. Тем более, этим проектом занимается репатриация, потому что в определенный период мы с председателем, во главе с председателем работали в Турецкой Республике, он восклавил представительство, я, соответственно, был советником Вадима Николаевича Харазия, где мы замечали, что связь с местной молодежью у этнических абхазов, проживающих за рубежом, слишком вот связи нет. Не такая устойчивая, да. Из-за этого вот сам процесс, образовательный процесс Турецкой Республики, нашей молодежи, он очень важен для знакомства с этническими абхазами, которые проживают за рубежом. Астамур, у нас еще много есть о чем поговорить, но, к сожалению, сейчас мы вынуждены прерваться. Я надеюсь, что мы еще увидимся в эфире радио «Спутник Абхазия». Я напомню, что мы говорили в программе «Посредник» с Астамуром Богателия о различных аспектах деятельности Госкомитета Абхазии по репатриации. Это зампредседателя Госкомитета по репатриации. Спасибо большое. Благодарю вас. С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что волнует.